Скорпионы, доброго вам времени суток, меня зовут Ева Лехца, я вас приветствую на своем канале. В данном видео для вас снимаю ваш Таро прогноз на неделю, в период с 29 ноября по 5 декабря 2021 года. В работе сегодня используем стимпанк Таро и вспомогательная колода золотой венецианская Ленорман. Именно эти инструменты помогут нам приоткрыть завесу будущего. Настраивайтесь пожалуйста на расклад, на восприятие информации и будем с вами смотреть и анализировать предстоящий событийный ряд. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что же у вас здесь? Семерка жезлов, тройка жезлов и восьмерка кубков. Для кого-то на повестке дня это преодоление препятствий, связанными с поездками, с перемещениями, либо знаете с глобальным выбором. Сейчас объясню почему. Если это поездки, переезды, это какие-то решения бюрократических проволочек, бумаги, документы, справки, сертификаты. Это какие-то могут быть затруднения на таможне. То есть все, что вот идет именно по этому вопросу. Также открытие виз и прочих-прочих вещей, которые вам помогают перемещаться. Еще это решать вопросы, связанные, знаете, как ситуации избежания депортации. То есть получать вид на жительство, в принципе, знаете, как отстаивать свою позицию, чтобы вас не отправили обратно. Далее, по этим картам это также отстаивать свою точку зрения, свою позицию, чтобы, допустим, вас не сократили, не уволили. Чтобы вы не потеряли статус и работу, потому что восьмерка кубков у нас карта ухода. Причем не могу сказать, что ухода по вашему желанию. Еще по этим арканам. Если длительный период вам не могут доставить какую-то посылку, какой-то груз, какой-то товар, это активно бороться, выяснять, где он, то есть искать, что с ним, когда прибудет, при каких обстоятельствах и в каком состоянии. Дальше. Ну, давайте поэтапно смотреть. Хорошо, чтобы мы сразу озвучили все сферы жизни. Итак, если мы смотрим и анализируем сферу личной жизни, и на текущем этапе вы свободны. То, как показывают карты, вы закрыты от новых знакомств, у вас даже нет желания. Почему? Потому что вы все равно еще смотрите в прошлое. Даже не то, чтобы надежда на восстановление отношений, это, знаете, как циклиться на том образе, на том идеале партнера или партнершей, который был в вашей жизни. И пока эту ситуацию вы отпустить не готовы. Для тех же, кто находится в любовных треугольниках, это попытки достичь какого-то баланса. Баланса в чем? Чтобы вам также уделяли время, внимание, о вас заботились, вкладывались. И с такой же отдачей, допустим, как вашему сопернику или сопернице. Потому что по восьмерке кубка вы понимаете, что если этого не будет, то это будет разрыв, это будет уход. Если вы в стабильных связях, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак. То есть здесь по пажу Пентакли это попытки получить новый опыт. Это получение навыков, знаний, образования, проходить какие-то курсы, стажировку, добиваться целей и успехов в развитии и реализации. Но по восьмерке кубков это дистанционно. То есть тут больше акцент не на партнерские взаимоотношения, а на свою реализацию. Со стороны партнера это может быть только поддержка. Как эмоциональная, так и материальная. Но здесь акцент пока не на личную жизнь. Но максимум, что у вас здесь может быть, это как отстаивание своих прав и распределение бытовых обязанностей. И если эти арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, на данном этапе вы не работаете. Как вариант, вы в статусе пенсионера. Либо вы не работающая, допустим, домохозяйка, или вы в декрете. То здесь вопросы экономии, потому что ресурсы фактически на исходе. Вам придется побороться с текущим положением вещей. Попажу мечей весьма успешно, весьма удачно. Но тем не менее, нервотрепки вам это, конечно, доставят. Так, если вы в статусе соискателя, то здесь ситуация зависшая. Почему? Потому что, несмотря на ваши попытки отстоять себя на каком-то поприще и поиск работы, пока все безрезультативно. То есть, эта неделя для этого не подходит. Если вы являетесь наемным сотрудником, то это попытки сохранить свою стабильность. Вот то, о чем я вам говорила. Чтобы вас не сократили, не уволили, не перевели на дистанционную работу. Чтобы вы не лишились каких-то прав, полномочий и, соответственно, заработка. Соответственно, вы будете вспоминать все то, что вы делали, допустим, для предприятия, для руководства. Вот то, что вы, знаете, в копилочку откладывали. То есть, все какие-то ваши поступки, действия, которые руководство брало на карандаш. Это вот попытки воспользоваться этим вот балансом. То есть, напомните себе все то, что вы поэтапно вкладывали в свою работу. Так, хорошо. Для тех, у кого свой собственный бизнес. У вас все стабильно. Ситуация семейного бизнеса, которая для вас является стабильной. Здесь может быть ведущая женщина. Причем, кстати, женщина у вас может быть эзотерика. Обратите внимание. Видите, десятка пентаклей. Очень даже интересно выпала подарка. Ну, то есть, тут тишь, гладь, благодать. Все стабильно, все ровно, все замечательно. Проблем здесь я не вижу. Единственное, что по семерке жезлов, это бороться. Это отстаивать, реализовывать бизнес. Тройка жезлов, искать новые перспективы и горизонты. А восьмерка кубков, это просчитывать ситуации ходы, как вы можете развить это далее. В плане состояния здоровья, обращайте, пожалуйста, внимание на сосуды. И, в принципе, сердечно-сосудистую систему. Потому что здесь, возможно, кому-то необходимо будет провести диагностику, сдать анализ крови. Для того, чтобы посмотреть, нет ли у вас склонности к тромбофлебиту. В негативе. Десятка жезлов, правосудие и шестерка жезлов. Вот то, о чем я говорила. Сложности с выездом за границу. Сложности, допустим, с тем, чтобы из серии вы купили автомобиль, чтобы перевезти его в вашу страну. Сложности с оформлением. Сложности с получением документов. Тяжело, но решаемо. То есть для вас это, знаете, очень много усилий в этом направлении. Потому что десятка жезлов, та же ситуация, правосудие, шестерка жезлов. Все это связано с бюрократией. Но, тем не менее, по шестерке жезлов вы сможете достичь этого результата и этого успеха. Причем это касается не только переездов. Это касается и бытовых аспектов, и работы, и реализации, и поисков. То есть это как тяжело для вас решить ту либо иную ситуацию. Причем по справедливости. И совет. Совет. Видите, у вас в рамках этого периода работа, работа и еще раз работа. Это попытки найти себя, реализовать себя. Оттачивать свое мастерство. Либо если у вас совместная деятельность, бизнес с кем-то. Это как работать, засучив рукава. Помогать друг другу, реализовать. Потому что для вас, ну вот это почему-то такая глобальная и значимая тема. Тема номер один. Вот по сути, чем вы будете заниматься в рамках этого периода. О, у вас тут еще дополнительная карта. Четверка кубков. Ну, четверка кубков это карта такой эмоционального застоя. Непонимание, куда двигаться дальше. Что со всем этим делать. Где на все это взять сил, желания и ресурсов. Такой эмоциональный застой. Но, тем не менее, здесь все решаемо. Итак, давайте с вами посмотрим и проанализируем неожиданность данного периода. Что здесь будет? Гора. Вороны. О, и карта калейдоскопа. Еще одну колоду. Видите письмо? То, что она, говоря, связана с документами. Итак, гора. Вороны. Это, видите, сорвать маски. Посмотреть на ситуацию. Причем совместно с кем-то. Иными словами. Преодоление барьера. Преодоление препятствий. Совместно с кем-то. С чьей-то подсказкой. Помощью мудрости. И выход или исход для вас любой ситуации. С благоприятными такими вот переменами. То есть для вас это действительно какой-то вот звездный час. Когда вы можете решить любую проблему. За счет ваших связей, коммуникаций. Знакомств, помощи, поддержки, мудрого совета со стороны. Потому что это то, что вам поможет решить ключевую проблему. И двигаться вперед. Поэтому неделя прекрасна. Неделя для вас благоприятна. Вот старший аркан тут ложится только в негативе. Но тем не менее. Закроем так, чтобы к вам никто не относился предвзято. Чтобы действительно все было здесь по справедливости. В рамках закона. И чтобы вам все давалось легко. Без заминки. И без заторинги. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вот таким для вас выходит расклад на последующую неделю. Традиционно буду ждать от вас обратной связи. Как он отыграется. Насколько для вас будет информативным. Для тех же, для кого актуальны индивидуальные консультации. Или обучение на карта втором. Ссылки на мои контакты. Как всегда, под любым из моих видео. Или в шапке ютуб канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok